Второй день соревнований за победу на турнире поборются 59 саблистов из 7 разных стран. В данный момент за моей спиной заканчивается табло 16. И как ни странно, даже у вылетевших на этом этапе будет возможность попасть на центральный подиум. Для них предусмотрена вторая сетка. Чтобы понять эту систему, мы обратились за помощью к Анне Васильеву, главному секретарю соревнований. Данные соревнования проходят по системе европейского кадетского цикла. Она включает в себя два тура групп, как мы это видим. И далее Олимпийка, сетка формируется по сумме этих двух кругов. И попадая в 32, спортсмены могут проиграть два боя, а не один. То есть это называется система с утешением, система репешаж. Да, конечно, если ты проигрываешь за 16, то можно пройти по низу, как мы говорим, с утешением. Это плюс два лишних боя, но тем не менее ты имеешь реальный шанс все равно попасть в финальную восьмерку и там добраться до финала. Ну, в российских соревнованиях, к сожалению, это используется не так уж часто, а может быть и к счастью, уж я не знаю. Но европейские соревнования и кадетский цикл, все, что включают, насколько я знаю, и не только сабли и другие виды оружия, они все проходят по такой системе. В этом году к нам приехали наши венгерские друзья. В прошлом году их, по-моему, не было. Но, к сожалению, в этом году к нам не приехали итальянцы. В прошлом году они нас еще посетили. Но, видимо, в прошлом году зал на Пражской им не очень понравился. Поэтому они нас покинули. Одним из самых напряженных и неожиданных по результату стала встреча в итоге восьмерки между Арсением Голоскоком и Владиславом Позняковым. При счете 14-14 ни один из спортсменов не хотел рисковать, но после серии взаимных промахов решающий укол в атаке нанес новосибирец Голоскок. В итоге на подиум попали бронзовый призер европейского кадетского цикла 2014 года Ника Шенгелия, чемпион Франции до 15 лет Флориан Шекели, победитель первенства Европы среди кадетов в командных соревнованиях Арсений Пантелеев и призер всероссийского турнира на призы Григория Кириенко Арсений Голоскок. В первом полуфинале встретились Ника Шенгелия из Грузии и француз Флориан Шекели. Оба спортсмена дошли до этой стадии через основную сетку. Француз, крупно переигрывавший своих соперников, на этот раз уступил сам с таким же крупным счетом 15-7. В другом полуфинале Арсений Пантелеев, который в основной сетке подыграл французу, сумев перестроиться в утешительной олимпике, победил новосибирца со счетом 15-8. Финальный поединок получился очень напряженным, без явного преимущества у кого-либо из спортсменов. И при счете 14-14 решающий 15-ю уколу удалось нанести Арсению Пантелееву. После последнего удара это было небольшое облегчение. Надо сказать, что два года назад я был здесь третий на этом турнире, потом год назад я был второй и сейчас я первый. То есть я постепенно шел к этой победе. Финальный бой сложился весьма неоднозначно. То есть после первой половины я проигрывал, то есть потом мне пришлось догонять. И потом я вырос вперед и я повел 14-12. Вот, и потом он мне нанес два удара, еще стал 14-14 критичный. И я уже, потому что, как говорится, при 14-14 тот, кто не рискует, тот проигрывает. Вот, и я придерживаюсь этой традиции, решил рискнуть, ну и, соответственно, выиграл. Надо сказать, что я шел через утешение. То есть я сегодня проиграл один раз французу, который стал третий, то есть 15-8. Возможно, это был как бы поворотный момент, и я понял, что надо фехтовать абсолютно по-другому. В общем, может, это и помогло. Есть ли у тебя какие-нибудь фехтования героя прошлого или нынешнего? Ну, возможно, вот по целой сумме качеств, вот как человека и как фехтовальщика, это, наверное, Ежи Павловский. Он польский, он давно фехтовал. Ну и, наверное, ну вот тот, который сейчас тут лидирует, это Алексей Якименко. Чем тебе еще нужно прибавлять, чтобы достичь уровня Алексея Якименко? Да во многом вообще. То есть, ну, в технике, в моральной составляющей и, соответственно, в том, как ты думаешь на дорожке. Ну, чувствую, словами, конечно, это не передать, но слезы были. Слезы вместе с криками. У нас такое же было года, наверное, два назад или три, я не помню, когда мы не надеялись, что он пройдет до конца. Но где-то в середине у него начинается подъем из такой кривой, если говорить в математических терминах. И под конец, конечно, уже, ну, нервы сдавали, мама уходила. Вот. Большое спасибо, конечно, нашему тренеру. Это его заслуга. Он с детства, лет 10, наверное, с ним уже занимается. Вот. И, ну, родительское дело в данном случае, я думаю, главное не мешать ребенку и не мешать тренеру и их работе. Хотя постоянно хочется вмешаться. Постоянно хочется подбодрить, постоянно хочется что-то сказать. Ну, надо как-то сдерживать себя. Жена мне в этом помогает. У меня нервы хуже, чем у нее. Вот. Конечно, это заслуга, в первую очередь, его. Он мальчик очень работящий и такой, ну, боец, бойцовские качества. Я думаю, фехтование, ну, вообще фехтование – это его жизнь. Он вообще недавно писал эссе большое и так и написал. Мы подсмотрели, что не видит жизни без фехтования. Посмотреть, ездить нечасто. Ну, скорее даже не потому, что мы не хотим, а потому что ребенок против. Ну, уже не ребенок, наверное. Он против. И некоторые психологи говорят, некоторые тренеры говорят, что этого, наверное, лучше не делать. Хотя, не знаю, на следующий сравнение я, наверное, поеду на него. Возможно, мы мешаем. Я не знаю. Потому что все-таки связь действительно очень близкая с родителями. Хотя, мне кажется, мы все время помогаем. Особенно, когда болеем. Он у нас еще помимо спорта проявил себя неплохо, как мы считаем, и в творчестве, он музыкант, и еще и очень неплохо показывает себя сейчас в науках. Поэтому, какую он для себя эстезию выберет, это, наверное, целиком его будет выбор. Я думаю, что мы с, не знаю, ну, к профессиональному спорту, конечно, я не знаю, как относиться, потому что я сам не спортсмен, и мне это сложно понять. Но любой его выбор мы будем уважать. Я думаю, что это будет его выбор. Таким образом, определились победители этапа европейского кадетского цикла. Но наше соревнование продолжается. И завтра смотрите турнир по фехтованию на европейрах среди юношей. Продолжение следует...